Здравствуйте! Так, как повелось со старых, ещё советских пор, что для людей моего поколения важнейшим из искусств, наверное, было всё-таки кино. Кинематограф. Мы ждали выход новых фильмов всегда на экран. Не только наших, но и зарубежных. Ну и так до сих пор у людей моего поколения так и осталось важнейшим искусств всё-таки кино. Книги читать надо всё-таки усилие некое над собой делать, время находить. А вот для кино как-то время находится. И вот что сейчас происходит в кино как в искусстве, в кинематографе, вот такая тема у нас сегодня разговора. А в гостях у нас Лаврентьев Сергей Александрович, киновед, историк кино. Так вот мы его позиционируем. Так вот, Сергей Александрович, я вот, насколько помню, в советское время кинематограф, ну, в ленинские, сталинские времена воспринимался как такая мощнейшая платформа для пропаганды, да? Понятное дело, пропаганда. А потом попозже, когда уже, так сказать, поотмякало, это хрущёвская отипель и всё прочее, это ещё был такой способ, знаете, что-то такое вот в кармане фигу показать. А сейчас в эпоху, когда вот у нас свобода слова печати, и вообще в интернете не просто свобода слова печати, а каждый может там, что хочешь говорить, писать, блоги вести, полная свобода, как говорится. Сейчас это как-то вот неактуально стало. И, насколько я понимаю, кино сейчас это не способ что-то сказать, а способ просто вот устроить некое шоу, зрелище. И всё? Как цирк? Ну, в общем, да. В общем, да. И дело тут даже не только в том, что вот изменилась социально-политическая ситуация, хотя в этом тоже, но и в том, что кино, судя по всему, свой лучший период уже пережило. А когда-то давно, ну, лет там 20 с лишним назад, мой старший коллега, ныне покойный уже знаменитый советский киновед Мирон Черненко, как-то сказал мне, знаете, Серёжа, мне кажется, что кино уготовано участь оперы. Я говорю, как это? Что такое? Ну, вот, говорит, смотрите, опера. Все знают, что есть такое замечательное искусство опера. Значит, что есть театры, там, шоу, скала. Туда безумно трудно достать билеты, они очень дорогие, тут надо обязательно надевать дорогие костюмы, платья. Это такой выход в свет. И, там, слушать, наслаждаться. Но это такое искусство для избранных. А вот Мария Ивановна из третьего подъезда, что есть эта опера, что её нет, глубоко это всё фиолетово. И вот с кино, судя по всему, происходит, с кино как с искусством, происходит вот эта самая вещь. А что же касается кино как зрелища, то, на мой взгляд, весьма грустная ситуация в этом смысле из-за новых технологий, которыми все так умиляются и поражаются. Потому что, пожалуйста, что угодно, что угодно будет тебе на экране, компьютер изобразит всё, что угодно. И получается, что режиссёр может не уметь режиссировать, оператор может не уметь снимать, актриса-любовница-продюсера может не уметь играть, актёр-любовник-продюсера другого тоже может, а может того же, не уметь играть. Ну, вы уж как-то всё сгущаете краску. И это не важно, потому что мы нарисуем дракона на заднем плане, или какую-нибудь пальму, или какое-нибудь извержение, какой-нибудь вулкан, и все будут смотреть, как это всё извергается. А что там происходит перед этим, значения не имеет никакого. Вот там эти любовники-любовники-любовники-любовники. И это совершенно никакого не имеет значения. И поэтому как-то сейчас нету ещё, разумеется, и вот того всенародного поклонения кинозвёздам, которые было раньше, как они звёздами не назывались. Вот как думают, что вот это люди, которые вот куда-то из другого мира. А сейчас чего там смотришь, думаешь, ну да, ты, конечно, может из другого мира, но я туда не хочу, в этот мир. И всё вот это как-то происходит, причём самое-самое ужасное, что сборы от проката вот этих самых новых технологических картин, они какие-то фантастические. И миллиарды какие-то долларов по всему миру, и люди, которые это производят, говорят, хорошо, замечательно, мы будем ещё фантастичнее делать. Бизнес, ничего личного. А сейчас вот в это лето в кинотеатрах идут просто мультфильмы одни. Ну да, человек-паук, человек-муравей, всякие вот... Да, это пиминьоны, пиксели, головоломка. Вот все хиты этого, это всё мультфильмы. Либо мультфильмы, либо фильмы, в которых люди, в общем, вспомогательный материал. Ну, и там, собственно, не о людях, там некая такая идея, вот давайте маленького человечка сделаем, вот он как ему будет здорово бегать среди чего-нибудь. Да, 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 да. А сейчас можешь делать хоть и маленького, хоть и большого, хоть и такого. А вот давайте огромную ящерицу сделаем, как здорово она будет по городу шалять. Да, 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 да. Это всё самое удивительное, что ведь подобного рода картины снимались и раньше, но все эти чудеса, они делались руками. Ну да. И вот помни, была такая американская картина, в моем детстве, седьмое путешествие Синбада. Какой там был циклоп, какая там была битва со скелетом. Вообще, это что-то фантастическое. И это поражало. А сейчас смотришь, ну, я совершенно рисован. Ну, подумаешь, у меня в интернете такое же, то же самое. Даже я могу нарисовать. Ну, не так, но приблизительно. И поэтому нет, что самое главное, что происходит в кино, что потеряно. Дело в том, что раньше люди приходили в кино не просто в кино. Ведь Люмьер же не избрели движущиеся фотографии, это было известно на них. Они избрели киносеанс. То есть это место, куда приходит много людей. Они рассаживаются, перекидываются парой или тройкой слов с соседями. И находятся в ожидании чего-то. И потом медленно начинает гаснуть свет. И белая простыня, расковывается занавес, так или так. И вот белая простыня оживает вдруг. То есть есть такой момент волшебства был всегда в киносеансе. А когда ты сидишь дома один, без штанов, перед большим экраном своего монитора и засовываешь маленький кружочек туда, потом делаешь дыр-дыр-дыр вперед, дыр-дыр-дыр назад, потом выговоришь, а это мне неинтересно, выбрасываешь этот кружочек, вставляешь в другой кружочек. Здесь волшебство вообще не ночевалось. Здесь таким властелином изображении ты являешься. А это что-то другое. Может быть, это интересно кому-то, даже очень интересно. Но к кинематографу в классическом виде это уже отношения не имеет. Человек не может сам быть властелином изображения. Это все меняет в процессе восприятия того, что происходит на экране в кинотеатре. То есть, если использовать вашу аналогию с оперой, то вот опера-то приходишь в хорошем пиджаке, и там что-то для тебя поют. А это вот сами собрались и сами спели за столом, кто во что гораст, кто в листоподрога. Да, да, да. Вот это вот. И это что, опера? Якобы мол, да. Это вот так все оно и есть. Поэтому в этой ситуации как-то даже уже смешно говорить про то, что там, как. Нет, но все-таки еще кинематограф существует, и миллиард это он приносит. Да, конечно, конечно. Все-таки люди идут в этот самый зал и умирают перед экраном. Да, потому что это чувство есть. Я вот очень всегда не любил смотреть кино на видео. И когда только еще где-то в 90-е годы, когда у нас кинотеатры все закрылись, и все смотрели видео дома в ВХС-ке еще. В ВХС, да. А я вот все время где-то что-то лазал, выискивал, мне говорили, вот ты какой-то идиот, но я же не понял, что уже все, ничего не будет больше твоих кинотеатров-то. А я все время говорил, нет, будет. Может, тогда еще не формулировал то, что я сейчас сформулировал. И действительно стало снова. Появились новые кинотеатры, и люди стали в них говорить. Правда, это уже не те кинотеатры, которые были раньше. Это кинотеатры, расположенные в магазинах. Мультиплекс. Это тоже, да, это мультиплекс. Красивое слово. Это тоже очень важно, потому что ты приходишь в магазин. Торгово-развлекательный центр. Да, торгово-развлекательный центр. О, как он. Да, да, да. Вот сначала ты что-то купил, потом, да что вот хорошо, хорошее состояние, купил себе штаны. Вот пойду я, значит, что-нибудь. А что тут еще? А, вот есть киношка. Я пойду куплю такое ведро попкорна. Что там идет? Там вот сеанс там 10-20, 10-30, 10-40, 10-50, 11-11. Надо, что ближе есть. Пошел, зал сел. Значит, попкорн ешь, кока-колу пьешь. Потом фильм кончился. Ведро попкорна ты выбросил. Все, что где был, вот купил штаны, а потом, значит, ходил в кино. Вот что смотрел? Я не помню, что что-то смотрел. Вот так и все. Потому что когда все-таки кинотеатр это такое специальное здание, которое для этого построено, это одна вещь. А кинотеатр, который выполняет, значит, функцию развлечения при торговле, это другая вещь. Я не говорю, сейчас не говорят плохо, хорошо, высоко, низко. Но вот это просто, это все влияет и на картины, на то, что снимается. Потому что если раньше, скажем, в фильм «Летят журавли», например, его смотрели все. И интеллектуалы, и вышеупомянутые Мария Ивановна из третьего подъезда. И все находили в этом фильме что-то для себя. Для Марии Ивановны это была, так сказать, мелодрама. Мелодрама, конечно. Такой переживательный фильм. Конечно, да. Там муж воюет на войне, а там девушка осталась, и женщина. И, значит, там соблазнитель коварный. В общем, да, говорит, ой. Фильм переживательный. Конечно, конечно. А сейчас либо это, значит, вот снимается для потребителей Боккорна. Есть, конечно, картины, которые, значит, вот снимаются для большого искусства. Артхаус, вы имеете в виду. Артхаус, так называемый. Это дешево, так обычно. Да, 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 да. И это... Хотя там дорогие актеры тоже играют. Им тоже хочется вот показать, что они не просто вот они для муравья подкладка. Конечно, конечно, конечно. Они как раз вот и все... Потому что все, с одной стороны, всем нужны деньги, а с другой стороны, хочется, знаете, вот такого вот искусства. Хочется, чтобы признали, что ты все-таки так к искусству причастен. Отметиться, да, отметиться. И поэтому вот они и снимают. Тут еще, например, проблема с фестивалем. Показать, что можно. Да, да. Значит, это, значит, следующий номер нашей программы, это кинофестивали. Потому что когда-то их было мало, но они были просто чем-то невероятным. Просто фантастическим. Это было событие. У нас-то был только один фестиваль в Москве. Он шел две недели. Раз в два года. Да, раз в два года. И люди специально брали отпуска и приезжали в Москву со всего Советского Союза. Потому что они понимают, что они посмотрят то, что они никогда больше не увидят. В этом случае в этом виде, в котором мы покажем фестиваль. И это было одно. А сейчас фестивали... Вот сейчас мы сидим с вами, где-то открывается, где-то закрывается фестиваль. На планете абсолютно точно. Больше, чем дней в году. И это... Почему это происходит? Потому что фестивали стали таким альтернативным прокатом для артхаусных картин. Потому что вот эти мультиплексы, они функционируют как вот сетевые супермаркеты. Если там вот этот сорт колбасы попал в эту сеть, то он в этой сети, везде, в каждом магазине этой сети, он и будет продаваться. А если не попал, то вот и нет. И тут тоже, значит, если кому-то из производителей артхауса удалось вклиниться в какую-то вот эту сеть больших мультиплексов, то все хорошо, прекрасно, он действительно будет показан. Непонятно, как и когда. Но потому что прокатчики, которые сети предлагают, показывают нового Гарри Поттера и фильм нашего режиссера Вани Пупкина. А директор кинотеатра в городе Тобольске говорит, я не хочу Пупкина. Он говорит, ах, не хочешь Пупкина, тогда не получишь Гарри Поттера. Поэтому директор кинотеатра из Тобольска, он берет Пупкина, показывает его в 9.30 утра и в 23.50 вечера. А все остальное время идет Гарри Поттер, конечно. И, значит, вот это весь прокат. И поэтому для артхауса... Но он так поступает к тому, что он знает, что на Пупкина не пойдет. Конечно, конечно, я абсолютно не осуждаю. И на те сеансы, на которые эти еще не проснулись, а там уже родители загнали домой. Да, да, да. Там и покажут. Вот, там все. Тут, значит, еще одна есть проблема зрителя, кто есть зритель современный. Но это сейчас потом. Сначала, значит, надо сказать по поводу фестиваля. По поводу фестиваля, значит, в чем дело? Значит, этим артхаусным людям нужно где-то показываться. И вот поэтому такое невероятное количество кинофестивалей. И на которых предъявляются совершенно фантастические фильмы. Вот будучи, скажем, членом отборочной комиссии Кинотавра, я вот уже третий год подряд смотрю там 60-50 фильмов вот перед... с января по апрель, по май. И это фантастика какая-то. Просто что люди снимают, на что они рассчитывают, снимая это, я не понимаю. Мы отбираем там 12 картин, 14, а их еще же остается там 48. И вот куда они... Вот я смотрю, и вот они были сделаны, и они не показывались ни в кино. В лучшем случае там в Москве в трех залах на три сеанса. Две недели. Ни по телевизору, ни дисков нет. То есть это вообще куда-то пропадает картинка. Поэтому... Ну, в Ютубе выложат. Это, да, это возможно тоже. Куда они выбрасывают? Да, 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 конечно. Ну, пусть смотрят. И поэтому вот, значит, а такая же ситуация и везде, во всем мире. Ну, а эти вот фильмы, которые вы не отобрали, они как, вот совсем никуда? Почти совсем никуда. Почти совсем никуда. Есть там из неотобранных, ну, там, два-три фильма, которые вот, ну, по каким-то причинам вот не влезли. Понятно. Места не хватило. Да, места не хватило, там, интриги. А остальные 45. То есть это картины, которые совершенно никуда не могут быть предложены. Но создатели-то все-таки, ну, как-то надо, хоть что-то, как-то. И они... А фестивали-то кинотавры главные фестивали, а фестивали еще великое множество. Ну, да, куда-нибудь... И вот они куда-то их, значит, всюду, они их отправляют. Сейчас это тоже проблем-то нет никакой. Взял ссылку, отправил, и все, пожалуйста. И там где-то, может, они и проявятся в другом. А потом, значит, когда все это закончится, то они могут даже получить приз какой-нибудь. Они потом это напишут всюду, приз. И потом они придут в госкино, как по-другому сейчас называется, служба кинематографии Минкульта. Приходят и говорят, вот дайте мне деньги на следующий фильм, потому что вот этот мой предыдущий фильм получил, приз. Да, отмечен дипломом. Да, 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 да. Вот дипломом, значит, монтажником третьего подъезда. И вот, да, да, ну, надо, пожалуй, поддержать товарища, надо дать, значит, деньги на следующий фильм. И такой вот это вот такая бесконечная вот катавасия. И поэтому вот как-то, даже я как-то вот, когда я все это смотрю, думаю, при том, что я не люблю смотреть эти диски. Ужас. Но с другой стороны, думаю, боже, а если бы я это в зале сидел, смотрел, это можно вообще было бы сойти с ума. Поэтому вот фестивали часто очень, они просто даже вынуждены пропагандировать кино, которое, в общем-то, в принципе, и не следовало бы пропагандировать. Потому что на фестивале, значит, все приезжают на фестиваль, там показываются какие-то картины, которые раньше не показывались нигде. И, разумеется, там надо писать, что вот на этом фестивале в городе Энске показали вот фильм замечательный, почему же его нигде не было? Мы вот первые в России или в мире увидели эту картину. И больше никто не увидел. Вот. И то есть как-то вот фестивали такие вот пропагандируют. Это, я сейчас на нашем примере, то же самое, абсолютно то же самое происходит на всех фестивалях, включая главные, самые главные фестивали мира. Но это немножко уровень другой. Уровень интриг, уровень, значит, людей, которые занимаются пропагандой того, что они показывают. Поэтому вот фестивали из каких-то площадок, на которых встречались кинематографисты, смотрели работы друг друга, значит, определяли какие-то пути развития. А для публики это было окно в большой мир. Абсолютно, да, да, да. И они превратились вот в такую какую-то вот... Между собойчик, непонятно. В какой-то между собойчик, да. И, значит, пропаганду каких-то невероятных картин, которые, в общем-то, повторяю еще раз, не заслуживают того, чтобы быть пропагандируемы. А вот на московском фестивале вот эта программа, вот эта, 2015 года, как вы к ней относитесь? Нормально. В общем, эта программа в условиях, в которых пребывает московский фестиваль, сейчас ничего другого быть там и не может. Нет, это я понимаю, что ничего... Она не плохая и не хорошая, она естественная. Естественная. Там ведь московский фестиваль, значит, пребывает в группе фестивалей, так называемой в группе А. Куда находятся Канн, Берлин, Венеция, Локарно, Сан-Себастьян, Карловы Вары. И московский все еще там. Московский все еще там, да. Не хотят обижать нас, да. Самое-то главное, что этот фестиваль, значит, коль скоро он в классе А, в конкурсной своей программе обязан показывать фильмы, которые никто нигде никогда не видел. Ну, по крайней мере, на фестивале никто не видел. Да, он, значит, фильм, скажем, из Бурунди. Он мог быть показан в Бурунди очень широко. Но за пределы Бурунди он не мог, не мог, не может быть. Если он показан в Камеруне уже, то это уже все. Он не может быть в конкурсе московского фестиваля. А вот, пожалуйста, если он только внутри Бурунди, пожалуйста, вот этот бурундийский фильм, он идет в конкурс московского фестиваля. И это вполне... Но в ситуации современного кинематографа, в хороших фильмах еле-еле хватает Канну, Берлину и Венецию. И тоже, надо сказать, очень часто смотришь и думаешь, господи, и что это такое-то хоть? Почему хоть это тут-то? А уж до остальных фестивалей просто, ну, их нету. И поэтому приходится выбирать что-то из чего-то болгарская картина, которая победила в Москве. Она хорошая, милая такая, маленькая, черно-белая такая вот история, которую мы видели 138 815 раз. Вот молодые люди вступают в жизнь, вот о жизни как-то не очень сильно хочут принимать, но им все равно ничего не остается делать, как будто в жизнь вступать. Это все хорошо, мило рассказано, но я уверен, что никто и никогда больше эту картину не увидит. Хотя по правилам фестиваля она должна быть куплена уж точно в прокат в стране, где она была показана, и тем более получила приз. И показана здесь. Ну, этого не будет. Ну, где-нибудь покажут в кинотеатре. Это надо же купить, заплатить деньги, сделать субтитры по минимуму. Ну, или озвучить ее, может. Или озвучить там одним, полный дубляш очень дорого стоит, одним голосом за кадром. Но это все деньги. Вот какая-то такая странная вещь, такая парадоксальная. Что-то вообще такое вы послушали, получилось, что кино-то, в общем-то, погибло. То, что делается в массовом прокате, это вообще, ну, некие игрушки мультипликационные, развлекательные, очень простые, понятные, чтобы там мысль отдыхает. А то, что делается вот в артхаусном, нет, ну, есть хорошие вроде как фильмы, трогают там в артхаусе. Есть, есть, нет, есть, можно даже там двух пальцев на двух руках, хватит. Двух пальцев на двух руках. Хватит для того, чтобы их пересчитать, ну, за год, например. Каждый год примерно 10 картин, я не говорю про, у нас там, может, одна-две, но вообще в мире 10 картин можно найти. Вполне. Но это мало все-таки. Вспомните, значит, наши времена, нашей молодости, сколько их там. Это при том, что была цензура, что ничего было нельзя. Но картин-то было много. А запоминающихся картин было гораздо больше. Может, просто фон был такой, может, как сказать, в вакууме. Нет, но все равно вот это вот, дело в том, что там в Советском Союзе просто все ходили в кино, потому что ходить некуда было больше. Некуда было, да. Несколько раз в неделю. Поэтому вот все ожидали. Поворот-то в будущем будет хоть какой-нибудь хороший? Есть хоть на что надеяться, может? Знаете, это... Что умерло кино уже, все вот, мы только разглядываем раскрашенный вот труп в Мозолее. Как правило, нет, я думаю, что это не совсем так. Как правило, бывают такие какие-то всплески тогда, когда бывают всплески в социальной жизни общества. Вот вся история нашего кино, например, абсолютно то же самое. После революционное, в 20-е годы гениальное кино, оттепельное кино, начиная с середины 50-х годов. Ну, перестроечное оно было, к сожалению, не таким вот, кроме маленькой Веры, больше-то не было. Ну, это вот как есть какие-то социальные... Вот что-то меняется, пласты сдвигаются, и это вот отражается в этом искусстве. Ну, тут еще, еще, на это можно надеяться, но надо помнить, вот главное, что все-таки кино – это массовое искусство. Это искусство массы, это искусство, которое воспринимается многими людьми одновременно. А так как сейчас общество атомизировано, и каждый, как согласно названию знаменитого фильма немецкого режиссера Вернера Херцога, каждый за себя и Бог против всех. То, значит, вот каждый человек сидит дома, в своей клетушке, и особо не жаждет встречаться с себя подобными. А тем более, как-то совместно чему-то переживать. Нет, ну, в интернете обсуждают фильмы. Безусловно. Они вот так вот, такой вот манер общения. Да, 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 но это все-таки интернет, ты вроде бы как со всеми, а вроде как и один. Ну, да. То есть нет живого общения, нет, вот ты не можешь как бы повернуться к соседу или, там, толкнуть его в бок или там что-то. Не можешь. Сказать, вот этот, вот этот вот гад, я видел уже гад такой. Я помню, как ты делал кино. Вот этот вот самый гад такой. Вот, 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 вот. И это уже, нет, не случайно же старые фильмы, когда идут по телевизору, все смотрят, даже не там, они все знают наизусть. Да, 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 да. Кто, что будет, что, кто, потому что помнят, как они это смотрели когда-то. Например, помню, как я убегал с уроков алгебры на бриллиантовую руку, раз пятый или седьмой. Поэтому я знаю ее наизусть, там, или фантомас. Да, фантомас. И вот это вот, а сейчас чего, да. Как надо было билет достать еще. Ой, это это. Целое дело. Как великолепную семерку показывали на стадионах, потому что в кинотеатрах невозможно было достать билет. И на стадионах тоже это было непросто. Так что это вот только вот будем рассказывать. А вот такие уже никому не нужные деды, говорят, а вот помню, я еще молодушка была. Это, значит, наша такая судьба. Ну, спасибо вам большое. Вот и публики наши, спасибо за внимание. Вот грустно так вот, да. Ну, как говорила сестра моего дедушки, ну, вот надо смириться с изменениями. Она такая пожилая женщина, уже плохо видела. Говорит, ну, надо вот смириться с тем, что происходит. Надо просто жить в новом мире как-то, да. Вот и вот. Ну, значит, что-то вместо кино что-то другое появится. Может, тоже киноподобное что-то. Удачи вам, всех благ, до свидания.